да обещают что на новый год снега будет еще больше больше чем его сейчас а его сейчас уже не хило лишний раз я радуюсь то что у всех членов моей семьи внедорожники и кроссоверы я в счастье иначе жизнь за городом превратилась бы просто в какую-то трагедию так вот други мои новый год обещает тоже быть таким же сам снежным говорят что снега выпадет еще больше я про иванова говорю про ивановскую область сказали что новый год мы встретим в метелях и в югах да но тоже народ подтягивается эфир это хорошо потому что тема будет реально интересная скоро же новый год новый год всегда время задуматься о переменах в жизни о подведении итогов о свершении каких-то а с бычи мечт о том что кому хочет пожелать и главное что мы сами хотим пожелать себе вот ну что ж пожалуй я начну наверное да то есть приступлю непосредственно к теме эфира а тема эфира такая до 40 лет можно ли еще что-нибудь успеть тогда в жизни в этой вообще-то смешно звучит да но не для всех как это ни странно и смотрите какая ситуация дело вот в чем для молодых которые собираются жить вечно да ну там 20 лет там все я помню сам когда пацаненком еще был показал что 40 лет были ну это вообще давно уже там много очень женщины в 40 лет казались чуть ли не старыми простите меня ради бога девушки ради бога тем кого 40 и больше ну вот так вот да оказалось что это так тему кому сейчас уже за 40 кто но активен да особенно когда похоро ходится хочет они сами как-то все не верят в то что что им уже там 40 лет там да и это считают себя молодыми но стоит пообщаться поглубже и это я заметил уже вообще по многим по своим одноклассникам по коллегам когда начинаем рассуждать о том чтобы чтобы еще хотелось я про навесников говорю про своих ну и те кто немножко постарше то мало все меньше не встречается людей у которых сохраняются какие-то амбиции и желание добиться чего-то больше ну да конечно наверное это еще и потому что наше государство выбивая средний класс не дает развиваться людям и поэтому они отчаиваются в том что могут достичь успеха в бизнесе до в малом и среднем чем-то еще то есть это вызывает такую легкую апатию над отчаяния возможностей а из-за того что все дороже уровень жизни не растет становится меньше и у людей пропадают над амбиции максимально что они хотели бы даже ты либо вернуть то что было либо сохранить на том уровне на котором это все есть не до жиру быть бы живу да получается вот так вот но на самом деле же это все не так должно быть все внутри нас до любые помехи вне нас могут находиться но отношение к ним и способ противодействия этому всему находится внутри нас так вот что такое 40 лет ну давайте не будем рассуждать от нет можно об этом кажется порассуждать что средний уровень и средний там возраст жизни мужчин в россии довольно низкий да и 40 лет это уже может быть давно за вот экватор перевалило до 60 ты не многие доживают вот я уж не говорю про 80 но тем не менее если вести здоровое на том раз жизни не без излишеств ведь знаете какой самый лучший способ продлить свою жизнь знаете вам скажу какой сам это не сокращать и и вот так вот если ее целенаправленно не сокращать там алкоголем табаком неправильным образом жизни перееданием там чем-то еще то ну дайте будем считать что 40 лет экватор и вот человек подходит к 40 годам и не успел реализовать амбиции которые у него были пока он был молодой там много хотел там и всего 40 все и с каждым днем вернее с каждым годом дни идут быстрее это замечает попав в череду рутины и только была пятница опять пятница только был понедельник уже понедельник и годы начали мелькать он уже там планы строится и небольшие а потому что большие не получается выполнять а много делать как бы тоже за пределами рутины не получается человек в отчаянии то есть он уже считает что за оставшийся срок который ему там есть там активно там собирается там действует предположим лет до пятидесяти шестидесяти да вот в этом ноги вот так вот ну то есть думать что он уже не успеет ничего ну пусть даже 50 60 но я говорю ну я считаю что 8 что 40 экватор ну давайте все равно сколько бы не сколько бы мы не планировались 10 или 20 лет смотрите как сидела выглядит на самом деле какие мотивирующие факторы могут быть для того чтобы реально действовать да они есть тенкирующие факторы и они ведь объективны объективность заключается в том что смотрите к тому моменту когда он наступил когда вы достигли возраста 40 вы очень много не приобрели то что безусловно будет дальше помогать вам но самое-то главное вот в чем из этих 40 лет реально для достижения целей каких-то вы тратили сколько времени если реально посчитать вы не потратили на достижение целей которые хотели может быть и пары лет потому что сначала было раннее детство когда было ни до чего потом был детский садик там да потом школа на самом деле вы там жили исключительно для себя и реализовали самые простейшие задачи и не направленные в какие-то дальнейшие перспективы то есть сами вы для себя принципе ничего не делали вы даже но учились то не для себя хотя вам это в жизни пригодилось потом потом был институт когда тоже многие забивали на все и вот к двадцати четырем годам там словно говоря ну двадцати трем там а кто-то их 25 кто-то еще в армию пошел институт поступил потом вы в принципе ничего не сделали то есть смотрите а вам сейчас 40 то есть вы реально там жили-то 15 лет того времени когда получив какой-то базовый жизненный опыт и базовые знания вы вот добились всего того что у вас сейчас есть за 15 лет да а если оценить эти 15 лет то вы еще прекрасно можете понять что если просто посчитать сколько было времени потрачено на пьянки гулянки развлечений пятый десятый из этих пятнадцатых два года дай бог вы потратили на то чтобы получить то что вы имеете сейчас лучшего и чем вы могли бы гордиться ну вот и смотрите насколько впереди у вас еще времени гораздо больше чем два года но если только не насильственная смерть там экология рак возболивания сейчас случае там все на это всяко может быть да но если вот так вот быть готовым ко всему но надеяться на лучшее то время дано вам намного больше представляете если у вас еще есть 20 лет это в 10 раз больше чем эти два года то есть добиться можно в 10 раз больше того чем вы уже добились если вы просто сфокусируете ваши силы и направить их туда куда нужно понимаете насколько просто все вот это выглядит просто не нужно время просирать а нам и не нужно его больше просирать смотрите какая вещь да конечно молодой человек должен все попробовать вы уже все попробовали в принципе видите все самое плохое что можно было попробовать в общем то попробовать и пришли на на к тому пониманию что и можно было бы этого и не пробовать да но молодежь должна там получать какой-то первичный опыт там да и для того чтобы сделать какие-то выводы и научиться на собственных ошибках вам принципе охватило того времени вот который сейчас у вас есть когда вы дожили до 40 а дальше уже вполне достаточно анализировать тот опыт который есть и принимать к среде как ошибки чужие вы же стали мудрей поэтому соответственно многие вещи и жизни эти которые и не нужны можно выбросить эти и всякого там рода сексуальные экспансии когда вот эта беготня по бабам занимает огромное количество времени когда вы молоды там да у вас нету денег там все такое прочее вот это занимает огромное количество времени клубы ведь это тусня какая-то безбашенная совершенно которая просто является пожирателем времени и если у вас все-таки сохранились какие-то амбиции или вы проанализируете они у вас были и вам все-таки хочется добиться и реализовать их и чего-то достичь просто подумайте о том что стоит только сфокусироваться и имея тот багаж этот опыт который сейчас у вас есть те навыки ту мудрость даже можно сказать знания вот можно добиться просто колоссальных результатов гораздо больше чем было достигнуто за те два года когда вы игрю реально потратили время на достижение того что имеете в настоящий момент просто да конечно просто а вот еще второй мотивирующий фактор для вас часто человек отчаивается да по поводу того что у него нехватка времени да и меня нету времени там да на тренировки нет времени на что-то еще не ну просто нет вот объективно нету это это не объективно это субъективно все равно любая нехватка времени а субъективно как вы так и скажете ну как же вот у меня график вот вот ведь ведь и но то объективно не хватает а я вам сам скажу субъективно знаете почему потому что у нас у всех в этой жизни сутках 24 часа у всех нету таких людей у там у которых 25 часов до суток ну нету и тем не менее посмотрите вокруг есть люди которые успевают делать больше вас в тысячи раз они за постоянно завершают доводя до конца какие-то проекты они просто подвешивают их каком-то состоянии когда них не ничего не закончено они берутся за новое за чтобы они не взялись они это доводят до логического завершения продвигаются развиваются сколько было исторических личностей ну давайте даже великих посмотрим а почему бы нам и и не помериться с ними не примериться вернее сам к ним посмотрите сколько за свою жизнь успели сделать пётр первые александр македонский да например сломоносов для тоже просто фантастика нам надо кажется что за жизнь одному человеку просто невозможно столько сделать чё кстати доказывают наши наверное и правительство кто-то посмотреть сколько пётр первый сделал до за время своего отправления не имея тех ресурсов которые и и над имеются сейчас например даже хотя бы просто построить такой город как санкт-петербург но не в том состоянии котором сейчас есть конечно это не пётр и вот таким поставил все равно столько сделать это просто фантастика с теми ресурсами которые были это гайд об эффективности да понимаете об эффективности ломоносов да сколько он вообще с вами добился сколько всего достиг он был вообще с полимат то есть во всех науках он был просто восхитительно так у него времени то было ребят столько же сколько у всех то есть те же 24 часа в сутки а ресурсов и возможностей по первости у него было очень мало и он все равно из понятия вот вся проблема в фокусе надо просто понять где находятся ваши охрана флаги которые крадут ваше время надо просто оставить заново приоритеты вы поймите что если кто-то смог добиться чего там того чего хотите добиться вы например да то это вполне реально даже если вы хотите добиться того чего никто не добивался это тоже реально потому что мечта не дается человеку без возможности ее выполнить это закон 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 природы иначе бы она по него бы даже не появилась вопрос в том что для этого нужно выйти из рамок из рамок вот рутины и определенным бы тогда прежде всего и даже не в домашних делах иначе там все забросить там засраться в своем жилище только ради того чтобы например там начать заниматься математикой которую вы всю жизнь освоить сами хотели но никогда не пробовали вот надо быть и реалистом в том числе не надо ничего забраться нет просто нужно упорядочить свою деятельность и главное в голове поменять императив нужна вера а вера вот она базируется именно на этих вещах я вам и пытаюсь ее пробудить если нет у кого вот и вот смотрите две вещи которые именно опомогаются это понять что вы принципе можете все я повторюсь первое если кто-то чего-то добился того чего хотите добиться вы можете добиться этого и вы применяйте benchmarking другие методы даже копируйте добивайтесь второй момент у нас у всех сутках 24 часа но это продолжение первого момента если вы не успеваете значит вы не над эффективны просто где-то а не потому что у вас объективно не хватает на это времени раз другим хватает 24 часа вам не хватает значит эффективность просто надо повысить вы же не хуже чем другие вот такой очень важный момент и третье самое важное я бы не делал это третьим по и обоставил бы это наоборот на первое место это то с чего я начал а начал я с того что сейчас когда положим ну даже если вы это слушаете когда вам 30 лет или даже 20 суть то поймите что все то что вы имеете к настоящему зме моменту вы как правило достигли за очень ограниченный промежуток времени не за всю свою со этом сознательную жизнь там самого детства а за очень ограниченный период я так посчитал примерно если вам 40 лет и вы ну уж извините что я скажу так среднестатистический человек и среднего класса или ниже например или даже чуть выше но со средним достатком таким да вот то вы реально на достижение тех целей которые у вас есть потратили не более двух лет от своей жизни а может даже и меньше все остальное время это было детство юность когда вы тратили время на гулянку на эмоции впечатления развлечения и так далее когда вы стали работать там когда закончили вуз вы тоже на работе в том числе валяли дурака там много пили кофе сидели социальных сетях то есть не сильно то двигались а потом если вы работали на дядю то понимаете вы опять же не на себя больше работали то есть не над достижением собственных задач и целей вы работали вы достигали цели и задачи которые вам стал другой человек ваша цель например была в карьерном росте но благодаря тому что вы этого достигали причем не но эффективно как правило это большинство народ делает вы просто делали это ради другой главной самой задачи для того чтобы процветала фирма вашего работодателя вот вот какая была основная задача знать почему потому что задача ставит тот кто руководит процессом кто управляет им поэтому ваша задача она по остаточному принципу работала поэтому это не было неэффективно вот все очень просто вот если бы вы хотели ее приоритетные эту цель сам не сделать вы бы ее так и рассматривали и все проекты которые вы делали прежде всего были направлены бы на то чтобы вырастить себя да когда вы вы гораздо большего времени бы тратили бы непосредственно на продвижение на промоушен самого себя и были бы гораздо дальше чем вы сейчас находитесь гораздо выше вот понимаете как это все с моей работой то есть а теперь у вас говорю когда вот это понимание есть есть время есть такой момент что вы многое в жизни перепробовали и вам не надо это повторять вы умеете учесть ошибки которые были и проанализировать ошибки других людей у вас гораздо больше времени на то чтобы действовать эффективно и сколько бы времени у вас не было десять лет двадцать лет тридцать или сорок если сорок для вас экватор вы представляете сколько можно добиться за 40 лет если быть если действовать так эффективно как вы действовали в тот момент из этих двух лет когда вы потратили их на то чтобы добиться того состояния в котором вы сейчас находитесь сколько можно добиться если действовать вот так как в то время когда вы так работали эти 40 до во сколько раз 40 больше чем 2 20 раз больше эти вы можете в 20 раз добиться больше но если не 40 20 лет в 10 раз добиться больше если 10 лет вы будете так работать значит в пять раз большего добиться ну представляете то есть можно за короткий период в 10 лет добиться в пять раз большего чем вы имеете ваши 40 ну и где же тут отчаиваться надо да вы чё ребят никаких отчаяний быть вообще не может абсолютно это кстати касается всех стердеть чтобы не говорили даже и физического развития конечно понимать что конечно 20 лет по физухе это не то что 40 но я вас уверяю что вот на настоящий момент в 42 года я имею такой уровень физической подготовки что абсолютное количество молодых людей в возрасте 20 25 30 лет рядом и не стояли даже не в кроссфите не в силовой подготовке не говорю про те кто занимается профессионально спортом там да в каких-то селективных видов а учитывая тот факт что я всем одновременно занимаюсь боевыми искусствами и функциональ подготовка и всем то тут конечно еще потягаться многим над молодым сам почему эффективная деятельность и такая эффективная деятельность должна быть во всем и в бизнесе и в быте и в самосовершенствовании физическом развитии вообще во всем ну и последнее советик небольшой мне очень понравилось это выражение уже его однажды говорил все нити но теперь короткий будет у меня потому что все что я хотел я по этому поводу высказал хотите подняться выше выбрасываете все ненужное это принцип с воздушного шара очень мне понравилось если проанализировать всю ту рутину которые я вашей жизни присутствует и те хронофаги которые у вас крадут огромное количество времени вы удивитесь сами как освободите вы для себя для нужных вещей самое время останется дело за малым но может быть за самым главным но это отдельная тема будет отдельного совершенно эфира отдельного подкаста отдельного блога там я не знаю что это будет ролика воля потому что сколько бы времени у вас бы не было нужного со свободного необходимого для достижения цели если у вас нету воли если у вас вашей жизни очень сильно фигурирует такое понятие если присуще вам такое качество как лень то в общем то все окажется бесполезным любое количество времени можно потерять из-за лени но это уже отдельный разговор все спасибо тем кто был в эфире обязательно с удовольствием я почитаю ваши отзывы там ответы вопросы всем отвечу однозначно совершенно постараюсь выложить в это видео на ю тубе как это делаю как правило всегда так что подписывайтесь на мой канал на youtube ну и обязательно подписывайтесь на сообщество кухонный философ во всех социальных сетях она есть и в контакте на фейсбуке в одноклассниках в моем мире на mail.ru везде есть абсолютно а также заходите на мои сайты корректура точка ру доктор шилов точка ком макивара точка ру буду блок точка ру буду шин точка ру в общем просто наберите в яндексе михаил шилов вы найдете все мои ресурсы и уверен что для каждого человека найдется что-то интересное и в плане спорта и в плане саморазвития и в плане здоровья успеха удачи это не я вам желаю безусловно но это я также с вами рассказываю про те тематики которые присутствуют на моих сайтах в том числе в сообществе с кухонный философ то есть это успех удача эффективность это тоже очень важные вещи просуждаем ну все друзья до свидания до новых встреч